Александр Лукашенко подписал указ о награждении Ордена Матери. Почётный знак получит женщины за рождение и воспитание пяти и более детей. Среди удостоенных званий – представительницы промышленных предприятий, социальной сферы, учреждений образования и здравоохранения. Всего такой статус приобрела 51 жительница Могилёвской, Брестской и Гродненской областей. Евразийский банк развития профинансирует проекты Беларуси на сумму полмиллиарда долларов. Сферы – традиционные транспорт, медицина, технологии, энергетика. Особый упор будет сделан на различные инициативы и частный сектор. Без сомнений, показатели по республике в стратегическом периоде будут выполнены. До конца года в Беларуси продолжится мониторинг охраны труда в организациях здравоохранения, в учреждениях проверить температурный режим и бытовые условия, а также обеспечении работников специальной одеждой и обувью. В прошлом году такой контроль осуществлялся в более чем 130 точках. Нарушений выявлено не было. Госавтоинспекция призывает к предельной внимательности и осторожности на дорогах. Из-за мокрого дождя и снега, возможно, гололедится. Водителям необходимо соблюдать безопасный скоростной режим, дистанцию и боковой интервал, избегать резких манёвров. Пешеходы обязаны переходить в проезжую часть только в установленных местах, убедившись, что все машины остановились. В Бобруйске стартовала предновогодняя ярмарка. Она расположилась у главной ёлки в центре города и продлится по 14 января. Все желающие могут закупиться с 11 утра до 9 часов вечера. Ассортимент порадует разнообразием – продукты питания, горячие напитки, детские игрушки и сувениры на любой вкус. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова